Олег Лесный, политолог, сейчас присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Добрый день. Итак, штат Украина готовит соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет. И по словам президента Владимира Зеленского, обсуждается объемы помощи и на этот год, и на последующие 10. Это должен быть самый сильный, даже образцовый договор, говорит Зеленский. Что же в нем может быть прописано и когда, по-вашему, документ стороны могут подписать? Дело в том, что у нас есть кейс событий вокруг Израиля, и договор между Израилем и Соединенными Штатами, он немножко по-другому называется, но он показал эффективность защиты, когда есть двустороннее соглашение. Поэтому я думаю, что, опираясь на опыт американской паузы, который был больше полугода, это тоже хороший урок и для нас, и для американцев, поэтому я думаю, что он выучен и будет тоже в той или иной мере зашит в это соглашение, чтобы были прогнозируемые действия, чтобы были условные дедлайны и правила включения помощи или ее передачи. Поэтому я думаю, что подписание может быть в канун саммита НАТО, вполне может быть, или на саммите, или перед саммитом. То есть это должен быть вариант, похожий на израильский, по-вашему? Я думаю, он не будет похож, потому что там кейсы разные, да, то есть и обстановка, и размер страны, и взаимоотношения, но он должен быть сильнее и мощнее, нежели британский, потому что на нынешний момент первенство занимает британский. Давайте поговорим о вчерашнем неэнонсированном визите генсека НАТО в Киев. Столтенберг приехал и заявил на пресс-конференции, что, цитирую, «в будущем Украина станет членом НАТО, этот путь к членству неотвратим». Но союзники вряд ли достигнут консенсуса по этому вопросу на саммите в Вашингтоне, на юбилейном, который будет в июле. Как Вы полагаете, все будут ждать окончания войны? И насколько важен был вчерашний визит Столтенберга? Визит очень важен, потому что любой политик, который приезжает в Украину, он показывает в первую очередь в информационном поле уровень поддержки, что Украина не одна в этом противостоянии. Месседжи, которые были озвучены, я думаю, для украинской стороны они не были новостью, потому что в последнее время все чаще и чаще звучит тезис о том, что приглашения как такового не будет на юбилейном саммите. Но мне не совсем понятна эта логика, потому что приглашение на самом деле не несет моментальных последствий. И это скорее сигнал, о котором и наш президент говорил, о том, что Украине нужен сигнал, и не только Украине, но и нашему врагу, что Украина остается партнером, которому доверяют и которого хотят видеть во всех союзах. Не знаю, почему сейчас вот это проявляется неготовность, может быть, боязнь вот этой эскалации пресловутой, о которой очень часто говорят, но на самом деле, извините, эскалация, она постоянно имеет место на территории Украины, и избежать ее умиротворением Путина, я думаю, не получится. Вот если действительно перспективы членства в НАТО пока туманны, то вот со вступлением в Евросоюз все более-менее понятно, все более-менее идет по плану, о том, что Украина, часть Европы, в Германии выступили за расширение ЕС, и глава Восточного комитета немецкой экономики господин Хаусман заявил, что Берлин и Брюссель должны активно заниматься расширением блока по политическим и экономическим причинам, потому что расширение ЕС – это возможность создать большую зону свободной торговли в Европе. Если оценивать путь Украины в Евросоюз, то на каком он сейчас этапе, то есть как далеко до вступления Украина, и по вашим оценкам, когда это вступление может произойти? Ну, если мы посмотрим на последние события, вот даже возьмем польский кейс, вот мы увидели приблизительно тренажер, как будут обсуждаться в той или иной мере аграрные вопросы при вступлении. Точно так же будут еще в экономическом поле достаточно серьезные моменты, которые будут требовать какого-то времени. Поэтому о дате вступления, говорить или о годе я бы сейчас не стал, потому что очень много объективных и субъективных причин. Но самое главное, что, во-первых, экономический кейс, я имею в виду как Евросоюз, да, вступление в Евросоюз – это более лайтовый вариант для наших зарубежных партнеров, потому что это как бы не про войну. Но на самом деле все, что сейчас происходит, оно напрямую связано с войной в Украине, но тут удобнее как бы показать и тому же Путину, что это экономика, это же не война. Да, даже вот в каких-то там моментах, которые называют вариантом мирного соглашения, в кавычках, между Украиной и Россией, которые там датируются каким-то там началом войны, да, там Путин и его режим как бы не против того, чтобы Украина была в Евросоюзе. Но нас мало должно волновать, что думает Путин. Мне важно, я думаю, украинцам и всей нашей стране, чтобы была проявлена политическая воля. Потому что вступление в ЕС – это не только то, что мы сделали, да, и то, что мы обещаем сделать, и то, как будут идти переговоры, но и политическая воля. Если есть политическая воля сделать это максимально быстро, то результат будет достигнут. Это показали кейсы всех вступающих в Евросоюз. С другой стороны, есть такое неписанное правило, а может уже традиция, что каждому новому члену тяжелее вступать, нежели тем, кто были первыми. Потому что с каждым годом, с каждым новым членом появляются, скажем так, и мнения уже существующих участников этого союза, да, но и появляются новые требования. Поэтому этот путь достаточно небыстрый даже в мирное время для мирной страны. А для нас, мне кажется, это тоже очень непростой выбор и непростые действия, но, опять же таки, я возвращаюсь к своему тезису, что это движение двустороннее, и наличие политической воли делать реформы должно быть и одной стороны, а у другой стороны должна быть политическая воля как можно быстрее принять Украину. Вот вы вспомнили польский кейс. Поляки наконец-то разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной, и в то же время на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, только могут транзитом проезжать. Но вот главный вопрос тогда, какой был смысл этой блокады, которая длилась многие месяцы, чего в итоге добились поляки? Ну, если брать информационную составляющую, то они добились того, что авторитет страны, мне кажется, пострадал. С точки зрения предсказуемости, с точки зрения, насколько власть может управлять ситуацией в стране, насколько власть в стране может договариваться не только с партнерами, как Украина, но и со своими аграриями. То есть это все равно сыграло в минус, сыграло в минус в некоторой плане в отношениях между Украиной и Россией, и Польшей, да, извините. И это такой достаточно плохой сигнал. И я думаю, еще последствия будут, во-первых, еще при вступлении в ЕС, будут последствия вот этих вот, такого, скажем так, в кавычках, конструктивного общения. А с другой стороны, по большому счету, мы видим, что это демократическая страна, которая позволяет эти протесты. Это, конечно, замечательно, но, а также очень было заметно, что это политическая история в большинстве своем, и в которую была влита, скажем так, составляющая, которую можно назвать «рука Кремля», потому что там и вот эти вот лозунги, которые появлялись, что «Путин, приди, да, и все порешай». Флаги Советского Союза и достаточно риторика понятная, откуда она пришла. Поэтому это, как по мне, очень нехорошая история. Хотя надо справедливости заради сказать, что такие протесты были не только в Польше, но в Польше они были сконцентрированы исключительно на украинском кейсе, потому что протестующие решили, что если об Украине сейчас везде говорят, то если именно с Украиной жестко себя вести, то о них обязательно скажут и обязательно будут результаты. Ну, стало, как говорится, так, как стало, да. Давайте поговорим о Китае. У лидера этой страны намечается европейское турне. МИД Поднебесный официально подтвердил визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию, Венгрию. И поездка состоится с 5 по 10 мая. Как думаете, почему именно эти страны и каких результатов стоит ожидать? Ну, я думаю, что Франция здесь самый прогнозируемый ответ. Это, скорее всего, можно его так рассматривать, он планировался давно. И тут, на самом деле, в большинстве своем будет экономика везде. Где бы ни ездил лидер КНР, везде это будет скорее экономика. И это показывает, что Европа для Китая является, скажем, не только рынком, но и одним из приоритетов, на самом деле, если берем торговлю. Потому что Соединенные Штаты вместе с Европой, они составляют достаточно большой кусок, который получает Китай с торговлей вне российских отношений. Потому что говорят, что Россия – это хороший рынок. Нет, Россия – это хороший ресурсный компонент. А вот торговля вся происходит с Европой и Китаем. Также, мне кажется, выбор очень удобен, если брать две остальные страны. Потому что, ну, как бы комфортно, да, с этими странами общаться. И Китай пытается расширять свое влияние во многих странах, то есть и глобальный юг, там, да. И вот эти определенные страны, например, та же Венгрия, которая на самом деле где-то подыгрывает в анти... Если нельзя сказать антизападных каких-то движениях, но вот те, которые подыгрывают все-таки более авторитарным режимам. И тут, понятно, как бы тут будет комфортно и полезно общаться обоим сторонам. Потому что Китай может, как всегда, пообещать многое. И на самом деле Китай присаживает разные режимы на свои деньги, на свой, скажем, сотрудничество в бизнесе. Но тут ничего нового совершенно нет. А как вы полагаете, есть шанс, что Макрон сможет повлиять на Пекин, чтобы и убедить присоединиться к глобальному саммиту мира, который будет в Швейцарии в июне, потому что украинская сторона настаивает, что ждет Китай? И будет ли вообще такой вопрос подниматься? Я думаю, что кейс Украины в отношении Макрона с кем-то, с кем-либо не было, все равно будет подниматься, потому что это одна из частей его нынешней ястребиной политики. Я думаю, что будет подниматься вопрос Украины как таковой, мирного урегулирования. Но, следовательно, здесь, если по этой логике идти, то и по логике того, что очень много стран хотят видеть Китай, считая его волшебной таблеткой, и которая может повлиять на ситуацию с Россией, думаю, что попробуют убеждать. Но я думаю, что и экономики там достаточно будет много. Интересное сравнение, конечно, со спасительной таблеткой. Но, действительно, это, возможно, выглядит иногда и так. Еще один вопрос по поводу Макрона. Он хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы. Вот он призывает все страны Евросоюза выложить на стол, кто что имеет, и хватит ли этого для общеевропейской обороны. Как воспринимать вот эту его инициативу? Просто Макрон продолжает дальше развивать вот этот образ, как вы сказали, ястреба, да? Или это тоже показательное бряцание в ответ на угрозы Москвы? Если коротко, то в игру с ядерными пугалками можно играть вдвоем, и это уже показывает и Польша, Россия, и теперь Франция. Макрон, мне кажется, он принял решение, и принял это решение не сегодня и не вчера, о том, что он действительно берет образ ястреба и будет его только развивать. Если мы посмотрим по логике его выступлений, после того периода, когда он по ночам звонил Путину, и уже после того, когда Соединенные Штаты ушли в тени и занимались своими вопросами, то Макрон решил воспользоваться, извините за тавтологию, чтобы выйти из тени Соединенных Штатов и занять очень жесткую позицию и занять первое место в обновлении авторитета Франции как лидера и Европы как таковой. Поэтому у него все идет по возрастающей. Сначала он запустил месседж о том, что представители европейских стран могут войска, я имею в виду войти в Украину, если будет такая необходимость. Это вызвало фурор, очень жестко там реагировали одни страны, другие поддерживали, но эта новость не осталась незаметной. И теперь ядерная составляющая — это всегда топ-новость. И тут я вижу, что он просто как бы даже в пиар-интересах повышает ставки. И с другой стороны, опять же таки, вернусь к начальному тезису, что это есть демонстрация Путину, что достаточно нас уже пугать. Мы можем тоже ответить и не боимся слова «ядерное оружие». Я думаю, что в России это услышали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!